Я родился 5 декабря 1935 года в городе Макеевке Донецкой бывшей Сталинской области. Мой отец Власов Владимиров Петр Парфенович закончил институт востоковедения в 1938 году, был представителем и связным коминтерна при ЦК КПК в Яньани, Китай, провинция Шинси, почти все годы Второй мировой войны. Потом дипломат. Скончался осенью 1953 года в возрасте 48 лет в ранге чрезвычайного и полномочного посла СССР в Бирме. Моя мать, Власова Мария Даниловна, из старинного рода кубанских казаков, родилась и до 23 лет жила в станице Менгрельской по соседству с теми местами, которые описал Толстой в казаках. Наталья Никитишна, моя бабушка по материнской казачьей линии, родила младшую дочь, для меня тетю Юлю, на 54 году жизни. А прожила Наталья Никитишна, сохраняя полную память и силу, 96 лет. И каких лет? Вместивших гибель взрослых детей, разруху, эпидемии, голод, надрыв тяжкого труда Первой мировой гражданской и отечественной войн. Мой родной дядя, любимый бабушкин Вася, пал под Царицыном, Исаул. Старшая дочь, моя тетя, не вынесла позора гнусных приставаний богатого станишника и застрелилась еще до войны 1914 года. Вторая дочь сгинула вскоре после гражданской войны. Тогда же от потрясений угас далеко не старым дед Данила, почти в один год с моим прадедом Никитой, георгиевским кавалером, получившим награду за бои под Плевной, он был станичным атаманом. Два других моих родных дяди пали в Отечественную войну, и всех оплакивали бабушка и моя мама с тетей Юлей. Моя мама, Мария Даниловна, четвертая из выживших дочерей Натальи Никитишны. Примечание. Мария Даниловна Власова умерла 16 января 1987 года на 82-м году жизни. Конец примечания. Такая уж у нас история. Надо умудриться выжить. Эта женская ветвь моего рода отличалась исключительной жизненной стойкостью. Корни этого рода уходили в Запорожскую сечь. После разгона вольницы на Днепре Екатериной II мои предки подались на Кубань. Лучше погибнуть в стычках с горцами, нежели тащить рабское ермо крепостничества, из которого они уже один раз освободились. Жен из русских казакам не хватало. Тому являлись препятствием крепостное право и страх свободных женщин следовать на черту боевых действий, постоянных стычек, набегов, одиночных убийств, с горцами, которые как раз и составляли казачьи станицы у подножия Кавказского хребта. И посему жен часто брали в горах у менгрелов, чеченцев. Колым был невелик, поскольку за дар Божий почитали там лишь сыновей. Отсюда у нас с братом лица и горбоносость во многом кавказские. Любовью к книге я обязан матери, урожденной Лымарь. В последние годы войны, 1943-1945 годы, она заведовала школьной библиотекой. Застарелый туберкулезный процесс лишал ее возможности любой другой работы. И вот эта библиотечная служба матери оказала решающее, я бы сказал, взрывное воздействие на меня. Я начал не просто читать. Я читал за поем, нажив скоро близорукость, как и мой брат Борис. Книги обрушились на мое сознание ледоходом. Некоторые из них вызывали подлинное потрясение. Я фантазировал, бредил, выдумывал. В 1953 году я закончил Саратовское Суворовское военное училище. В феврале 1959 года в звании лейтенанта закончил военно-воздушную инженерную академию имени профессора Жуковского в Москве. С весны 1960 года и по май 1968 года я служил инструктором по спорту в Центральном спортивном клубе армии ЦСКА. В мае 1968 года по личной просьбе уволен запас эскадров Советской армии. Последнее воинское звание – инженер-капитан. С 1959 года я печатал очерки и рассказы. В 1964 году в издательстве «Молодая гвардия» выпустил сборник рассказов «Себя преодолеть», тот самый, с крупным серебряным кругом на обложке. В 1972 году в издательстве «Советская Россия» я опубликовал повести и рассказы в сборнике «Белое мгновение». В результате исследовательской работы в архивах, опросов очевидцев, используя материалы отца, его дневники, воссозданы строго документально. Я напечатал в 1973 году в издательстве «АПН» книгу «Особый район Китая» под именем отца, точнее его псевдонимом Владимиров. В 1976 году в издательстве «Советская Россия» выпустил первую книгу романа «Соленые радости». Часто спрашивают, что легче – писать или поднимать тяжести? Вопрос нелепый. «Как писать? Каков уровень твоего письма, твое отношение к этому письму? И опять-таки, как поднимать железо?» Американский публицист Ред Смит говорил, «Писать легко. Смотришь себе на каретку машинки, пока на лбу не выступят крошечные капельки крови». Я вошел в число первых атлетов страны зимним началом 1957 года, серии всесоюзных рекордов. Последний мировой рекорд установил 22 апреля 1967 года, выиграв чемпионат Москвы. Всего на моем счету 29 мировых рекордов, причем некоторые утяжелены сразу на десятки килограммов в одно выступление. В наше время такое лишь однажды удалось Полу Эндерсону. За мной 12 рекордов страны. В жиме я установил 6 мировых рекордов – 186, 188,5, 190,5, 192,5, 196, 199 килограммов. В рывке 7 мировых рекордов – 151,5, 153, 155,5, 163, 168, 170,5, 172,5 килограмма. В толчковом движении 9 – 197,5, 202, 205, 206, 208, 210,5, 211, 212,5, 215,5 килограммов. В сумме троеборья – 7, 537,5, 550, 552,5, 557,5, 562,5, 570, 580 килограммов. Примечания. Данные из протоколов Международной Федерации Тяжелой Атлетики. В таблице, приложенной к книге Владана Михайловича, путаница с моими рекордами. Конец примечания. Я выиграл 5 титулов первого атлета мира и один второго. Это победы на четырех чемпионатах мира – в Варшаве – 1959, в Вене – 1961, в Будапеште – 1962, в Стокгольме – 1963, а также на Олимпийских играх в Риме – 1960 год. Звание второго атлета я получил на Олимпийском турнире в Токио – 1964 год. Я выиграл 6 чемпионатов Европы – 1959-1964 года. С 1960 года по всем статьям мной был завоеван титул «Самый сильный человек в мире». С 1964 года по 1967 я делил его с Жаботинским. Мой рост – 187 сантиметров, измерение 1980 года. Самый большой собственный вес в пору выступлений – 136,4 килограмма на Олимпийском турнире в Токио. Я далеко не исчерпал свои возможности. Знаю, какие запасы силы таились во мне. Я никогда не соблюдал режим – как угодно ел, пил, спал. Пренебрегал отдыхом, отпусками, лечением, писал ночами. Моя сила, как и у моих товарищей, складывалась только из тренировок. Я имел все существующие в то время спортивные титулы и покинул спорт, владея тремя из четырех фиксируемых мировых рекордов 1964 год, то есть с полным силовым преимуществом. В столкновениях за звание чемпиона мира я был самым легким в сравнении с моими прямыми соперниками, кроме Норбашемански. Причем эта разница была порой более чем значительной – в десятки килограммов. В борьбе за превосходство в силе я никогда не обращался к увеличению личного веса как более скорому и безболезненному средству прибавления результата. Мой вес утяжелялся вместе с разработкой мускулатуры. Я отказался от активных тренировок тотчас же после Олимпийских игр в Токио, 1964 год. Но к осени 1966 года в моем бюджете обозначилась большая брешь. И тогда я решил заработать старым испытанным способом – рекордами. Возобновил тренировки и выступил на чемпионате Москвы 22 апреля 1967 года. Тогда я и присовокупил к списку своих рекордов последний – 199 килограммов в жиме. Меня хватило только на этот один рекорд. Я получил на руки 850 рублей. Спустя год я официально простился с большим спортом.